А теперь представим ситуацию. Вот она, такая девочка, подросток, с характером достаточно вызывающим к себе внимание, попала в компанию. В конце концов, Юми и Лай, ты устала ругаться с ним уже. Кто снимал кадр со щенками, я же сказала, что я осталась здесь одна. Вот здесь есть еще один человек. Привет, ты на канале Magic Family, я Аня и со мной мои собачки, а также еще очень много других питомцев. А сейчас еще больше животных, потому что это рубрика «Каникулы у бабушки». И вы, ребята, просили снять отдельное видео про отношения вот этого вот, вот этой вот красивой собаки, этого песика, мальчика, Илая, порода ланкаширский хиллер. Одна, кстати, из очень редчайших, просто редких пород в России, а также моего щеночка Юмичу, девочки Чихуахуа. Где Юмичу? И сегодня я расскажу и покажу, как они общаются друг с другом в течение дня. Ай, капец. Так, Илай, подожди. Илай, подожди. Покажу и расскажу, как они общаются в течение дня, как они себя ведут, что происходит между ними, и объясню это. А ты подписывайся на наш канал, если ты тут впервые, и мы начинаем. Как вы поняли, отношения Илая, нашего ланкаширского хиллера, сыночка нашей Эвы, и моего щеночка Юмичу, девочки Чихуахуа, очень своеобразные. Во-первых, и это очень важно, Юми родилась 27 декабря прошлого года, и ей 27 июля 7 месяцев, значит, что она еще щенок. То же самое и с Илаем, Илай старше Юми всего на один месяц, то есть, по сути, он тоже еще совсем юный. Для нас, хозяев, лучше не очеловечивать собак, но если перенести с людей это на собак, то можно сказать, что и Илай, и Юми, они еще дети. Подростки, которые любят веселиться, играть, беситься, и в том числе иногда спорить и ругаться, еще доказывать друг другу, кто прикольнее, круче и так далее. Все остальные собаки в семье гораздо старше, и получается, по отношению к Юми и Илаю, они все взрослые. И если посмотреть на первую встречу Юми со всеми собаками и ее знакомство с ними, то можно увидеть, что Юми хотела показать свое лидерство, хотела показать, какая она главная, что она может постоять за себя. Она на всех гавкала, рычала, никому не давала к себе подходить, со всеми ругалась. Но после нескольких встреч, после нескольких дней, проведенных вместе со всеми собаками, произошло вот что. Взрослые собаки, как и настоящие взрослые, просто перестали обращать на нее внимание, то есть они познакомились с ней, узнали ее, понюхали ее, и все, дальше ничего. И как бы всем взрослым просто пофиг на Юми на поведение, то есть они просто ходят мимо нее, могут с ней пообщаться, могут ей что-то сказать по собачьи, и ничего больше. И это абсолютно нормально, что все собаки так относятся к Юми, никаких претензий к ней не предъявляют, не трогают ее. Точно так же и Юми, познакомившись со всеми остальными, да, именно так выглядит знакомство собак друг с другом, она перестала ссориться, со всеми ругаться и спорить. Юми либо объяснили, либо она сама поняла, кто здесь главный, и она не пытается занять его место. Ну вот Элай и Юми, это абсолютно другие отношения, ребята. Сначала можно сказать, что они конфликтные. Как я уже сказала, Юми и Элай подростки в этой большой семье взрослых. А теперь представим ситуацию, вот она такая девочка подросток, подросток с характером достаточно вызывающим к себе внимание, попала в компанию взрослых людей, где есть какой-то парень-подросток. То есть, во-первых, у них есть взаимный интерес ввиду возраста. Они друг другу подходят по возрасту и поэтому могут найти какой-то общий язык. Им гораздо интереснее играть друг с другом, чем с кем-то другим. Это точно так же, как и детям гораздо интереснее играть с детьми, чем со взрослыми. И когда Элай придирался к Юми, пытался ее задирать, реально лез к ней постоянно, а она с одной стороны отвечала ему грубостью, то есть лаяла на него, рычала, бросалась. С другой стороны, она не убегала и не пряталась, она продолжала его провоцировать. Именно не агрессия, не агрессивная драка, когда собаки хотят показать, кто здесь главный, проявляют лидерство и дерутся ли за территорию, за еду, за что угодно. А именно такое подростковое заигрывание друг с дружкой. То есть, никто никого реально сильно не бил, не кусал до крови, не избивал, не мучил. И Элай, увидев в Юме щенка примерно того же возраста, что и он, и почувствовав в ней какой-то интерес к себе, в том числе, стал ее задирать. И так они продолжают друг друга задирать. И с одной стороны, Юми защищается, а с другой стороны, она не прекращает это. По сути, это все объяснение этим необычным отношениям Элай и Юми. В итоге, несмотря на то, что отношения начались на каком-то вот таком вот конфликте игривом, в конце концов, Юми и Элай, по сути, можно сказать, стали друзьями. То есть, по крайней мере, они уже так не спорят, не ругаются, они продолжают какие-то свои игры, но могут находиться друг с другом рядом спокойно. И это не похоже, ребят, на какую-то там конкуренцию. Скорее, это просто их такая личная маленькая игра, маленький мирок двух подростков. Когда они устают ругаться и ссориться, и носиться друг за другом, они вот так вот спят на лестнице. Отдыхай, Юми, ты устала ругаться с ним уже. Отдыхайте. После боев уставший пес спит. Вы спрашивали меня, ребят, в прошлом видео, кто снимал кадр со щенками. Я же сказала, что я осталась здесь одна. Вот здесь есть еще один человек, это Людмила Алексеевна, мама нашей тарточки. Она не может, к сожалению, ухаживать за животными. Это та самая бабушка Людмилы Алексеевны, у которой три Йорка. И вот сейчас она мешает нам снимать видео, потому что она кричит и ищет своего, свою Нюру. Короче, там с Нюра потерялась. Вот такие дела. Да, Юмичу? А ты подписывайся на наш канал, а также на канал моих говорящих питомцев. Да, на канале говорящих животных Мэджик Пэт сегодня будет эпик влог про то, как дерутся Юми и Элай. Как Эйвен и Софи защищают Юмичу. И любовный треугольник Юми, Элай и новый герой Джерри. Ссылочка будет в описании к этому видео внизу. И скоро увидимся в новых роликах. Пока!